Мы находимся в здании главного корпуса Центральной районной больницы. Три первых этажа у нас занимают амбулаторные службы, от 4 по 7 этаж стационар. В амбулаторной службе здесь располагается регистратура. Мы в программе «Береживая поливедника» в проекте и современной модели медицинской организации, показывающей первичную медико-санитарную помощь. Вы видите, мы оптимизировали работу регистратуры, то есть мы сократили время пребывания в регистратуре в 4 раза, то есть у нас было до 12 минут, сейчас 3 минуты. За счет чего? За счет того, что у нас электронная запись, 25% документов дается на электронную запись личной в Чит-интернет, плюс у нас повторные записи на врачей-специалистов, то есть они сами себя записывают. И те, которые у нас записывают самостоятельно, то есть мы обеспечиваем подготовку медицинской документации и отправляем уже на место специалистов и пациентов. И, в общем-то, пациенту не надо быть в регистратуре и разбирать на этот день. Поэтому наши администраторы, они прошли все обучение, у нас есть медицинский психолог, который регулярно проводит с ними учебы, но мы займемся в сеть на компьютерных психологах, и с вами будет лучше. На карточку мотор стоит электронная. У нас есть электронная карта, но у нас есть облаторная карта. Это не заходы, что она пока не позволяет. Мы позволяют, что он будет. Я вам официально пришел, у вас должен каплик перейти, а я его сижу. Да, да. На участке уже есть облаторная карта, и специалист уже видит. А когда он приходит сюда, то еще и облаторную карту. Более того, у нас в Республике есть единый компьютер российский, в частности диагностический. И такие исследования, как и внеологические исследования, компьютерные томопы, там где есть, они попадают в Республиканской полиции, врачи могут смотреть, оценивать и давать рекомендации. Это уже работает. Хорошо работает. В рамках проекта у нас трагогация, потому что у нас пациенты могут ориентироваться. Для удобства пациентов у нас есть еще оптичный пункт, для ликотной категории граждан. Ну, в общем-то, здесь дальше пройдете. Вот наша гордость. Мы получили видео уколы на скупе из резервного обмода президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Стоимость его 3 миллиона. Закупили мы его в конце 2017 года. С марта 2018 года он стал функционировать полностью. Полномагиваемый. Значит, есть врачи, есть обследования. Значит, необходимость была, я уже говорила, что у нас на первом месте желудочно-кишечный тракт, и обследование именно толстого кишечника, оно позволило, то есть, уже как бы выявляться патологией. Могу сказать, что из тех более 60 человек, которые мы обследовали, потому что не все обследуются на полной стопии, значит, у нас было выявлено 5 случаев в первой-второй степени заболевания, то, что, в общем-то, это хороший результат, это шанс для пациента, возможности вовремя его пролечить. Поэтому я считаю, что такое приобретение, оно, в общем-то, подарок для Пантомольского района. И среди учреждений в первом уровне, которые мы относимся, у нас единственное есть такое. Так что, спасибо за подарок. У вас единственное. Но подарок такой замечательный. Такое должно быть у всех, Валя Павловна. Потому что это районное звено. Самое важное. Там пара с качествами, на самом деле, с современной, не позволяет держать на высоком уровне право. Но, вероятно. По логике вещей, надо там, 40 миллионов на то, чтобы достичь, что там, скопеек серый. Мы уже тогда по раку прямой кишки, там, по онкологии. Ну, только по раку, что так, а нормально. Мы уже, как говорится, делаем шаг. Цифровые маммографы. Один, я могу сказать. Современные. Да, когда у нас есть там, как вовремя диагностироваться, вот это самое главное. Вот повосмертность и все остальное. Ну, еще одно, о чем, проявление, цифровая технология позволяет объединить все в сеть. Это да. Позволяет уменьшить количество нагрузок на врача. То есть, позволяет оценить это все централизованно. Позволяет получить консультации специалистов не только у нас в Республике Каремия, но и в Виталии.